Евромайдан в Киеве стоит. 17-й день на площади прошел спокойно. Требования митингующих не изменились. Тысячи людей живут прямо на Майдане. Как оказалось, не хлебом единым, чем именно об этом. Алена Центила. Евромайдан простоял еще одну ночь и один день. Снег и сильный ветер митингующих не пугает. Они не расходятся, даже наоборот. На выходные сюда съехалось еще больше людей. Андрей. Замерзнуть не бояться. Тут и известные на всю страну железные бочки и груды дров. Небезразличные киевляне приносят теплые вещи. Выдают кому что нужно, уверяет координатор Андрей. Правда, жалуются, некоторые жители Майдана добротой душевной злоупотребляют. Мы уже их знаем, они тут по 2-3 дня ходят. Мы стараемся их усувати. В основном просят в рукавицы, носки, одеяло и теплые взуття. Наталья завернулась в одеяло и теперь заболеть не боится. Я про это не думаю. Ничего страшного. Нам это не мешает. Есть одежда, есть дрова, есть все. А чтобы и скучно не было, развлекаются. Вот она, романтика Майдана. Песни под гитару у костра. Ты не одна. Я не один. Станислав знает, что мороз гитаре явно не на пользу, но инструмент не бережет. Ради революционного духа. Внутого варто. А вот этим ребятам из Винницы именно гитары и не хватало. Как-то надо было играться, развиваться, поспевать. Вот такой дух Майдана створить. Инструмент вчера попросили в соцсети. Сегодня принесли. Василий подарил свою гитару. Почти рояль в кустах. Синий-желтая пианино загадочным образом появилась на лютеранской. Подходят к инструменту все желающие. Я не знаю, кто принес. А какие инструменты я играю, то я уже играю. Какие люди, то и музыка. Так. Дякую вам. Без музыки, как, в жизни нет. Музыка звучит на всю округу. Юриста Игоря музыка Майдана тоже вдохновила. Взялся за кисть, чтобы остановить момент. Я в жизни не думал, что я побачу живую баррикаду на улице Институтской. Разумеется, в центре места. Художник-любитель сюда с Мольбертом приходить будет каждый день. Пока жив Евромайдан. Алена Центила, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер.